Статистика говорит, что в 2022 году было убыточных предприятий 6800 или 18%, а в 2023 году уже было 7800. То есть на 1200 хозяйств увеличилось убыточных. Вот кто-то об этом говорит громко президенту. Это при рекордах, при рекордах. Да. А почему? Что все эти 7200 и 7800, что там все глупенькие, что ли, руководители, или они не хотят работать? Но созданы такие условия, когда даже самый умный не сможет работать. Почему я это так говорю? Ну смотрите, как только начиналась посевная кампания, горючую увеличили на 10 рублей за литр. То есть я заплатил 7 миллионов больше для того, чтобы обработать те площади, которые я обрабатывал в том году. А продавал я картофель по 15 рублей вот этот год, да? То есть мне нужно 466 тонн для того, чтобы дополнительно заплатить за горючее. Это, понимаете, вот первое, что, раз. Второе. Второе. Я хочу сказать, что у нас, как не было своих семян при всем том огромном обилии институтов, госпожа Лут сказала, 57 будет у нас, вот все объединят, да? У нас до сих пор нет на овощи ни зерна, нет семян овощных, ни на, значит, капусту, ни на морковь, ни на свеклу. Мы закупаем импортные, понимаете? Сейчас уже как-то начинаем переходить на Китай теперь, понимаете? Техники у нас, как не было, а в министерстве есть, наверное, люди, отвечающие за технику. А у нас нет той техники, которая нам нужна сегодня, той уборочной, обрабатывающей техники, сельхозпредприятий. Кто-нибудь это говорит? Кто об этом говорит президенту? Президенту докладывают. 140 миллионов тонн зерна – это здорово. А что люди получили, крестьяне? Зерно-то продавали практически в убыток многие хозяйства. И что они получили, какую доходность? Откуда они могут вкладывать деньги в развитие сельскохозяйственных территорий, если их просто нет? Гербициды тоже у нас нет на эти, на овощи. Все они, как говорится, импортные. А импортные зависят от чего? От курса. Раньше все смотрели за курсом евро, доллар, теперь смотрят, уже начинают поглядывать за курсом юани. А где наше-то все это? Где наша наука? Что делает министерство? Кто там отвечает за все это? А ведь есть люди, которые за это отвечают. Но ничего пока не получается. Это раз. Но дальше, Владимир Иванович, я хочу сказать самое еще то, что вот вообще меня лично, как руководителя, а перед тем, как сюда идти, я со многими консультировался. Это не только мои слова. Что сделано за последний год? Значит, взяли и ввели оплату через казначейство. Казалось бы, чего плохого? Министерство говорит, казначейство передает туда это самые данные, и оно оплачивает. Но не все так просто оказывается. Значит, мы получили на животноводство, допустим, там 16 миллионов рублей, да? Мы их планировали на горючее. А нам говорят, ты не можешь на горючее, ты должен доказать, что ты именно на животноводство. Я говорю, а если я буду тратить на корма, которые для животноводства, а мне говорят, это косвенные, это может не засчитаться, и вас оштрафуют, и деньги заберут обратно. Ну что это? Ну для чего это министерство сделало? Ответьте. Вот ЛУД ушла, очень жаль. Она сказала, вы там, мы, Владимир Иванович, с вами обсудим вот эти все вещи. Обсудите вы эти вещи? У нас здесь заместитель, статс-секретарь, который ведет отрасль животноводства, внимательно слушает. Плохо он ведет. Он только начал вести. Я уже об этом говорю, он плохо ведет. Только начал вести. И дальше, и дальше, вот эти, значит, программы, федеральные, государственные, информационные программы, да? Давайте еще минуту дадим, Виктор Иванович. Да дайте две-то, дайте две-то. Ну давайте две. Да. Значит, вот эти все программы в ГИТИС, да? На зерно. Значит, если раньше, ну, зерно выращивали, годовые отчеты делали, и все нормально, да? То сейчас, значит, зерно, каждый день, если ты его, каждый день должна давать отчет, агроном должен давать отчет, значит, сколько зерна ты на переработку отдал, сколько продал, и делать вот этот отчет. Для чего? Кому он нужен? Люди на это, бухгалтера, значит, агрономы тратят огромное, значит, время. А для чего это нужно? Какой смысл в этом государству? Скажите. Теперь, значит, будем убирать, вы должны, значит, каждый день отчитываться и так далее. Каждый день. Зачем это нужно? В ГИТИС Сатурн. Сатурн, да? Теперь, значит, удобрение. Значит, я удобрение раньше получал, ну и расходовал. Теперь же, вот удобрение я получил, получил, я должен отчитаться, что я получил. Потом я должен отчитаться, что какой кадастровый план, участок я внес, какая там находится культура. А у меня таких кадастров, допустим, 40, а у кого-то больше. Вот кто это придумал? Вот для чего это нужно? Могут объяснить. И сегодня, и сегодня, вот такие простыни вынужден заполнять агроном, бухгалтер, вот именно для отчетности. Поэтому о каком любви можно говорить министерство и меня как производителя? У меня люди, говорят, Леонид Иванович, ну непонятно, для чего они это делают. Кому это нужно? Ну кому-то, наверное, нужно. И еще хочу сказать последнее. Я говорил, вот статус-секретарь знает эту проблему, мою личную. Она не моя проблема, а в целом мне обидно. Для чего вы опять нас заставляете КРС страховать? В обязательном порядке. Ну для чего? Я отдал 330 своих, 30-30 министерств отдало наших денег от налогоплательщиков. Да, 660 тысяч я отдал этим самым страховым компаниям. И безвозвратно. Возвратно. Для чего? Ну может быть, вы мне не ответите. Может, прокурор когда-нибудь кого-то спросит. Понимаете? Ну для чего это делать, когда я выполняю все эти условия? Хорошо, Виктор, понятно. Просто, Владимир Иванович. Спасибо. У нас ни разу, вот вы говорите, надо в единстве работать, да? У нас ни разу министр сельского хозяйства, нас в Московской области не собрал. Я говорю, я говорю, это губернатель. Министр сельского хозяйства, чтобы я позвонил, Московской области, а вы записывали? Понятно, понятно. Не записывали. Спасибо, Виктор. Я рекомендую хочу, спасибо. Спасибо. Ну безобразие полное. Что это? Полное безобразие. Спасибо.